В этот день, конечно, когда нас вот так бомбят россияне, говорить о каком-то мире, вроде бы глупо, но приходится, приходится. Как-то же надо будет эту войну заканчивать. И вот много было разговоров о том, что в Швейцарии пройдет мирная конференция. Конференция на основе плана, ну, плана Зеленского фактически, украинского плана, плана мира. И план тут впервые был представлен еще на саммите G20, по-моему, заочно тогда был Зеленский, это, по-моему, было в Индонезии, если не ошибаюсь. По-моему, это была осень 22-го года, когда был впервые представлен этот план. 10 пунктов, но он, естественно, включает вывод российских войск со всей территории Украины, естественно, включает компенсацию за все разрушенное со стороны россиян, естественно, включает суд над всеми военными преступниками. А остальные пункты не буду вам сейчас вспоминать. Почему? Этот план написан как, ну, некое визионерство, хотя бы попытка. Слушайте, я сейчас не буду ни хвалить, ни ругать этот план. Я сейчас расскажу, что это является попыткой посмотреть на проблему с большего масштаба, да, сверху посмотреть. Вот не копаться там, вот здесь на 100 метров подвиньтесь, здесь на 100 метров подвиньтесь. А как, в принципе, послевоенное мироустройство может происходить? Как будет устроен мир после войны между Украиной и Россией? А это важнейший вопрос. О нем сейчас никто не готов говорить, потому что война не закончилась, и никто не видит, как ее закончить. Но вопрос-то важнейший, ключевой. От этого зависит, имела смысл наша победа в войне, не имела она смысла. Как будем мы дальше жить? Я серьезно говорю. Значит, вот смотрите, сначала про этот саммит пару слов, а потом подробности. Значит, саммит пройдет, как выяснилось, в Швейцарии 15-16 июня. То есть, получилось конкретно. В нем готовы, я так понимаю, участвовать десятки стран на уровне, видимо, лидеров. Я не знаю. Десятки стран. Россия страшно воняет по поводу этого саммита. То есть, вонь в России стоит неимоверная. Почему? Потому что им сразу сказали, вырылом не вышли, россияне, Российская Федерация. Вас приглашать на саммит мира никто не будет. Они такие, да что это такое? Это набор ультиматумов! Закричал Лавров по поводу мирного плана, который, собственно, будет обсуждаться на конференции в Швейцарии. Что, правда, конечно, набор ультиматумов. Ну, мы же с кем собираемся общаться? С убийцами, которые ночью своими ракетами пытаются оставить вон множество детей без отопления, без света и так далее. Ну, конечно, это набор ультиматумов, а что еще? И, конечно, с Россией никто обсуждать, сам план не имеет смысла. Смысл, значит, в том, как говорят, что вот мы сейчас в Швейцарии соберемся, между собой сначала договоримся, что послевоенное мироустройство оно вот такое. А уже потом будем побеждать Россию и заставлять ее под этим подписаться. Вот у меня у самого, мне трудно себя убедить, вот честно, я вам сейчас откровенную вещь скажу, слушайте. Мне, Швейцарии, трудно себя убедить, что это как бы что-то нужное, с одной стороны. С другой, вот был я в Нюрнберге, в здании, где процесс проходил над фашистами. И там вся хронология событий переведена. В частности, в частности, там была описана история создания будущего прототипа ООН. И принимались эти решения о будущем ООН до победы над фашистской Германией. По-моему, это была зима с 44-го на 45-й год, месяц не вспомню, когда, по-моему, в Москве проходила какая-то конференция. Я историю плохо всегда знаю, это сейчас не так важно. Важен принцип, что за полгода до победы над фашистами уже проектировали, как будет дальнейшим устроен мир. А нам ведь это нужно. Я вам сейчас объясню самые простые, самые базовые вещи. Я не уверен, что они, вот их в первоначальном плане, который Зеленский оглашал на G20, этого не было всего. То, что я сейчас вам буду говорить. Оно было, но в общих чертах, а нужно в конкретике. А вот вам конкретика. Как мы после войны между Россией и Украиной устроим ядерную безопасность в мире? Каким способом? Вот мы увидели, что у нас ее нет, этой ядерной безопасности. Пришли россияне, захватили Чернобыльскую атомную станцию, захватили Запорожскую. Какое-то МАГАТЭ пришло, что-то там поколупалось где-то там, да, в каких-то запятых. Никто ничего не смог сделать? Ну, если бы в мире была нормальная система безопасности атомных станций, то в день, когда один русский солдат зашел бы на какую-нибудь атомную станцию, просто на Россию должна была обрушиться вся мощь человечества. Просто вся мощь человечества должна была обрушиться на российскую армию, и все их самолетов должны были сбиваться, и все. Но ничего даже похожего. Ничего похожего. Дальше. Ядерное вооружение. Нам гарантировали, что, ну как, вы отказываетесь от ядерного оружия, и вам никто не будет, соответственно, ядерным оружием угрожать. Угрожают каждый день. Россияне. И не только нам. Другим странам, которые не создали себе ядерного оружия. Германии, Голландии. Что, Голландия не способна создать атомное оружие? Здрасте. Пакистан создал, а голландцам ума не хватит, что ли? Или что, не хватит денег? Голландцы нам, вон, самолетов бесплатно передают десятки. Ф-16. Конечно, если бы они захотели, они бы завтра создали атомное оружие. Ну, хорошо, не завтра, через неделю бы создали. И голландцы сейчас такие думают, подождите. То есть, если к нам придет какая-то *** Россия, и скажет, что мы тут хотим забрать у вас Роттердам, то вместо того, чтобы мы в ответ сказали, а мы вам в Роттердам, собственно, за такие слова, да, за ваши все предложения, Голландия должна будет отдать Роттердам, чтобы, не дай бог, не допустить кровопролития, что ли? Серьезно? Поэтому вот такой вопрос будет волновать. Вот если мы, если по результатам, я буду лично доволен, если по результатам этого мирного саммита 15-16 июня, не все таки оближут друг друга и скажут, какие мы замечательные ребята, а будет написан, грубо говоря, новый устафон, новый, новый, как-то по-другому устроенный, не знаю. У всех атомное оружие, например. Или оно одно, но общее у всех. Каждый имеет право им пользоваться. Или еще что-то. Ну, кроме страны-другой, типа России и Ирана, конечно. Я не буду сейчас предлагать решение, я не могу же придумать вам весь мир. Я говорю, принцип, принцип. Если это будет просто план, типа, ну, за все хорошее, хочется конкретически на будущее. Меня что смущает в датах? Вы знаете, даты 15-16 июня. Ну, казалось бы, ну, 15-16, кому это мешает? Я проверил, это выходные. Это суббота и воскресенье в Швейцарии. Отчего, в смысле, в рабочие дни? То есть, как бы, это не заслуживает внимания чиновников? Не заслуживает внимания мировых лидеров этот саммит? Давайте в выходные там встретимся чисто за этим, за пивком. Почему саммит, такой важный саммит, который определит будущее, ну, на самом деле, будущее мироустройства в плане войны и мира? Почему он проводится в выходные? У меня вспомнилась поговорка, швейцарский мир бывает только в Машаловке, да? Ну, раз это в Швейцарии. На самом деле, швейцарский мир, он же с дырочками, помните? Швейцарский сыр, мыр, сыр, сыр. Швейцарский мыр, он с дырочками, с дырочками. И вот эти дырочки, они нащупываются, да? То, что выходные саммит собрались проводить. То, что без России, подчеркнув, это только приветствую обоими руками за, или обеими, тут уж кому как больше нравится. Потому что, не дай бог, позвать туда Россию, чтобы что? Чтобы слушать Бредни Лаврова, серьезно? Или, может, не Бенжи позовем, который будет рассказывать, что мы будем взрывать город за городом? Или Медведеву мы расстреляем каждого украинца на мирном саммите? Вот приятно будет всем слушать. Все уши заткнуты, никто не узнает, что они там говорили. Но план плану рознь. Есть мирный план Украины. Я бы уже не называл его, наверное, планом Зеленского. Россияне называют его планом Зеленского. Наверное, нужно называть его мирным планом Украины, мирной инициативой Украины. Вот, кстати, да? Это же нужно еще и для того, чтобы заткнуть всех критиков, которые говорят, вот, Украина не готова к переговорам. Как не готова? Здрасте. Целую мирную конференцию провели. В этом тоже есть большой смысл. Есть. Никто больше не скажет, ну, это вот Россия, это мне хоть стремится к миру. Вон Путин же говорил, что он готов. Здрасте. Вот же. Вот же вся бумага. Прямо, пожалуйста, направите россиянам. Вот только подпишитесь, все готово. Вообще, в тот же день перестанем стрелять в вас. В тот же день. Ни одно НПЗ больше не пострадает. Но есть второй мирный план, к сожалению. Второй мирный план – это условный, пока оглашенный непонятно кем, но план этого, как его зовут, Трампа, нашего дорогого Дональда. Хотя официальный план этот провозглашен не был, а был он через Вашингтон-Пост как бы слит, непонятно от имени кого. Настолько непонятно, что даже представители официальной предвыборной кампании Трампа отрицают и говорят, не-не-не, вообще, что вы, что вы. Мы тут, говорят, ни при чем. Мы ни при чем. Вот. И... Но этот план, он прост. Подарите россиянам оккупированной территории, да побольше, побольше. В этом состоит мирный план Трампа. Как бы отреагировал на мирный план Трампа невоспитанный человек? Невоспитанный, не следящий за своим языком, не знаю, безответственный. Ну, например, такой, как Шетельман. Шетельман бы сказал в такой ситуации, услышав о таком мирном плане. Значит так, возьмите сейчас в трубочку сверните и в какую-нибудь дырочку Майку Джонсону. Вот это свой план, понятно? Потому что это не план мирный, а срань господня. Это... Трашня просто, понимаете? Это не план. Сказал бы Шетельман. Ну, например, как человек не очень воспитанный и не самый вежливый. Или go... mag yourself, сказал бы, например. Ну, если бы по-английски пришлось бы вести этот диалог. Но не таков, естественно, оказался президент Зеленский. Оказался гораздо более воспитанным человеком. И президент Зеленский прокомментировал впервые план Дональда Трампа. И сказал, что это примитивная идея. Дальше уже последовалась политез. На тему, что пусть Трамп подъезжает, я ему объясню все. Но давайте не будем отвлекаться на политез, а займемся действительно вот словами примитивная идея. В них есть сермяжный смысл. Это ровно противоставляет этот план плану Украины, мирному плану Украины, который будет обсуждаться на саммите в Швейцарии. План Украины – это всеобъемлющая программа того, как сделать, ну, как минимум обеспечить безопасность Европе, а лучше в мире. Там каждый из 10 пунктов описывают, вот в области томатом и энергетики будет так, в области, там, не знаю, природоохраны, вот так. И так далее, и так далее, и так далее. Это некий прото-устав ООН. Еще раз, он пока вообще не детализированный, но для этого люди два выходных в Швейцарии будут заседать. Потом еще, может, как-нибудь соберутся. А план Трампа, типа, ну, вы отдайте просто оккупированную территорию и подпишите, что все, теперь это российская, это мир будет. Секрет в том, что, во-первых, это не будет мира, то есть это план мира без мира. Потому что с чего вдруг наступит мир-то? Ну, предположим, вот кто-то в Украине взял, подписал такой, да, конечно, теперь российская. А в смысле, а 40 миллионов украинцев все такие, да, конечно, но это же российская, что же вы там думали? Нет, 40 миллионов украинцев продолжат свое грязное дело, так сказать, по уничтожению российских оккупантов в любом случае. Поэтому мир-то не наступит из-за такого подписания, как вы догадываетесь, это раз. Второе, станет мир, вот предположим, сбылся план Трампа, уже там, это еще раз, я не говорю, что это он говорил, называют планом Трампа в Вашингтон-Пост. Я не утверждаю, что у Трампа есть такой план, потому что его советники сказали, нет такого плана. Давайте назовем план Трампа по версии Вашингтон-Пост. Предположим, он сбылся, пришел Трамп в власть, сказал, так, все как-то заставил, не знаю. Мир стал безопаснее или мир стал опаснее? Ну, конечно, мир стал опаснее, потому что примерно каждая вторая страна скажет, ах, так можно было? А, да? А мы же не знали, что теперь можно как? Ты нападаешь на соседа, отбираешь какой-то кусок территории, говоришь, это мое, и приходит Трамп и заставляет твоего соседа подписаться. Нормально, нет? У кого там с кем территориальный спор? Аргентина такая, так, ну-ка подать сюда Мальвинские острова. Нападает, в прошлый раз же напала и смогла захватить, потом Британия отбивала. А тут, значит, нападает, и к Трампу сразу, товарищ Трамп, посмотрите, вот, зафиксируйте, пожалуйста, нашу победу, мы захватили. Ну-ка, заставьте Великобританию. И Трамп такой, приезжает в Великобританию, значит, так, срочно отказаться. Итак, территория за территорией, территория за территорией, каждая страна, Джамму и Кашмир, да, пожалуйста. Просто Пакистан сбрасывает атомные свои бомбы на Индию, и говорит, все, теперь наша территория. Трамп подъезжает, фиксируй. И Трамп становится таким этим фиксатором. Он просто подъезжает там, где кого-то убили, ну, как гробовщик такой, знаете, гробовщик, и подписывает мирное соглашение. Вот даже не Нобелевскую премию смерти тогда ему вручат, я думаю, в таких условиях. Подарок сразу вручат, а может быть, вручат. Парочку внучат. Вот это и называется примитивность. Это называется примитивность. План, в котором нет никаких мыслей о том, что дальше, что на следующий день. Это план без плана. Это план дня подписания. Он действительно только на день подписания. На следующий день все это превращается в тыкву. Надеюсь, что швейцарский сыр окажется не таким дырявым, как план Трампа. nominal Вот почему. Придется. Продолжение следует. Продолжение следует.